Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Размер штрафов ГИБДД предложили привязать к мощности двигателя С инициативой ознакомились в частности в Совете Федерации и сочли ее сомнительной Суть проста, чем больше лошадей под капотом, тем больше автовладелец должен отдавать в казну Повышающий коэффициент начинает действовать со 175 лошадиных сил Сначала стандартная сумма взыскания умножается на полтора, а потом на два через каждые 50 лошадей Максимальный коэффициент 20 должен действовать для авто с двигателем мощностью от 600 лошадиных сил То есть минимальный штраф для таких водителей может быть равен 10 тысячам рублей Трасса 101 Ввозимые в нашу страну иномарки разрешили не оборудовать модулем Аэроглонас Такое решение приняли в российском правительстве Действовать оно будет до начала февраля следующего года Ранее аналогичная мера была распространена на все новые отечественные автомобили Причина – отсутствие компонентов для изготовления спутниковой аппаратуры Чиновники надеются, что ситуация выправится в ближайшие месяцы Трасса 101 Компания Chery ближайшей осенью запустит в России продажи кроссовера OMODA C5 Цены и технические характеристики пока не раскрываются Поднебесный автомобиль стоит в переводе на рублей от 800 тысяч Комплектуется он бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 либо 1,6 литра мощностью 156 или почти 200 лошадей соответственно Над внешностью машины трудилась международная команда специалистов Одной из фишек является большая радиаторная решетка с ромбовидными ячейками Первым электромобилем, выпускаемым под российской маркой Evolute, станет субкомпактный кроссовер По неофициальным данным новинка получит название iJoy Машина в настоящее время выпускается в Китае и именуется там Danfeng Seres S3 Переднеприводный электрокар оснащается двигателем мощностью чуть более 160 лошадиных сил Запас хода около 400 километров Несколько дней назад сообщалось, что производство электромобилей Evolute стартует в Липецке в сентябре этого года Модельный ряд будет включать в себя седан, два кроссовера, внедорожник и мини-вэн Трасса 101 Российским автомобилем номер один наши соотечественники считают Ниву Это выяснилось в ходе опроса, проведенного изданием «За рулем» Внедорожник, который в этом году отмечает 50-летний юбилей, набрал треть голосов респондентов На втором месте оказалась ГАЗ М20 «Победа», на третьем – 21-я «Волга» В первую пятерку также вошли «Москвич» 412 и «Вазовская Копейка» Ранее похожие опросы были организованы в других странах Например, во Франции главной автомобильной маркой стала «Рено» В Великобритании – «Ягуар», а в США – «Джип» На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101» До свидания «Трасса 101» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова